Что лучше, воздушное охлаждение для процессора, либо водянка? Ответ на этот вопрос я дам именно в этом видео, но ответ будет не для тех людей, которые занимаются экстремальным разгоном и уже давно собирают всякие компы. Нет, ответ будет для тех, кто просто хочет собрать себе хороший, может даже красивый комп, оставить его работать и не трогать. Хочу сразу попросить не бурлить в комментариях на тему кастомной системы жидкостного охлаждения. Да, она будет лучше любой системы охлаждения, но, во-первых, ее тяжело собирать, во-вторых, ее долго собирать, а в-третьих, не каждый может себе ее позволить собрать, она дорогая. У меня здесь две супер топовые системы охлаждения. Одна система охлаждения воздушная от Noctua, это NH-D15, обзор у нас на канале был, здесь вот сверху ссылка. А это Corsair H110i GTX, тоже топовая система охлаждения, но уже от Corsair, жидкостная, закрытого типа. Для начала расскажу о преимуществах закрытой жидкостной системы охлаждения. Во-первых, это температуры. Температуры у нее намного-намного меньше, чем у любого воздушного охлаждения. Но про температуру я расскажу в самом конце видео, когда я уже сравню точно температуры водянки, в смысле, вот, водянки и воздушки. Второе преимущество, это то, что чаще всего, и даже в большинстве случаев, система водяного охлаждения намного тише, чем воздушного. В воздушном охлаждении необходимы большие обороты вентиляторов, большая скорость. От этого он шумит сильнее. Здесь такие большие обороты не нужны, соответственно, и шума тоже меньше. В-третьих, система жидкостного охлаждения, вот такая вот, например, она намного более практична. Что я имею в виду? Вы ее ставите в корпус на место для дополнительных вентиляторов, корпусных. В итоге получается, что она одновременно охлаждает и процессор водой, и одновременно выводит горячий воздух из корпуса. Вот и четвертый момент. Она занимает в корпусе намного меньше места. То есть, если вы собираете какую-то более-не менее красивую систему, хотите ее видеть через боковое окно корпуса, вы водянку прикручиваете допустим сверху, как это я уже делал в видео, кстати, ссылочка здесь будет. Вы прикручиваете водянку сверху, она выводит горячий воздух, и при этом она никак не закрывает вашу красивую систему. Вот эта вот штучка как-то вот по размерам намного меньше, чем вот эта вот здоровая доробола. А теперь о недостатках. Но практически все недостатки закрытых систем жидкостного охлаждения относятся к дешевым системам жидкостного охлаждения. Вот вообще супер вообще дешевым. Какие они бывают? Во-первых, они чаще всего более шумные, чем воздушное охлаждение. Почему? В дешевых системах можно услышать журчание воды внутри теплообменника и внутри вот этих вот трубок. Можно слышать шум от вентиляторов, потому что пусть даже там вентиляторы работают на низких оборотах, но там стоят плохие подшипники, которые шумят. Второй момент это вопрос безопасности. В дешевых системах жидкостного охлаждения редко уделяют внимание безопасности вашей системы. Что это означает? С дешевками действительно бывают такие случаи, что они начинают тупо протекать. То есть вода из них выливается на вашу материнку с процессором. Ну и вы понимаете, что с ними происходит. Они тупо сгорают, ломаются, ну разве что не взрываются. С дорогими системами жидкостного охлаждения как раз таки все иначе. Там очень много разных прокладок, которые не дают жидкости уйти. И ко всему же, там не вода чаще всего, а там масло, специальное техническое масло, которое даже если уйдет, то оно в вашей системе ничего совершенно не будет. То есть вы просто выкинете вашу водянку и продолжите пользоваться вашим хорошим процессором и материнкой. Ну и последний третий недостаток жидкостных систем охлаждения закрытого типа. Это в том, что хорошие, очень хорошие системы жидкостного охлаждения топовые. Они стоят хорошо так больше, чем топовые воздушные кулера. А насколько больше? Ну например долларов на 30, на 80. А тут вы уже сами считаете, это большая для вас разница или нет. Ну а конкретно про эти системы охлаждения можно сказать так. Эта воздушка, она исключительно безопасна для вашей системы. Поэтому если возьмете систему воздушного охлаждения, проблем точно никаких не будет. Но температуры будут выше, чем с водянкой. А вот эта конкретно водянка у меня уже в системе трудится больше полугода и проблем с ней у меня вообще никаких нет. Да и вообще, я нигде не видел отзывов о том, что водянка от Corsair протекает. Где бы я не читал, хоть на Амазоне, хоть у нас на Фотосе, да вообще все равно где. Водянки Corsair не протекают. А теперь наконец-то о цифрах, о температурах конкретно. Например, в простое Noctua NH-D15 с Core i7 4770K выдержал температуру 32 градуса, причем это было летом, а не сейчас зимой. Система водяного охлаждения летом с теми же самыми условиями, с тем же самым процессором 30 градусов простоя. Разница 2 градуса простоя очень неплохая на самом деле. А теперь по поводу нагрузки. Играя в Battlefield 4, даже после нескольких часов Battlefield 4, Noctua NH-D15 выдержал процессор на 54 градусах, а водянка Corsair H110i GTX она выдержала на температуре 51 градус. Разница 3 градуса и очень даже неплохо. А теперь подумайте о том, что эти системы охлаждения рассчитаны под разгон, причем под очень сильный разгон. И там разница в температурах может быть 10 и 15 градусов. В смысле, вот эта водянка будет холоднее на 10-15 градусов, чем воздушка. Но если говорить о цифрах в плане денег, то вот эта водянка Corsair H110i GTX оказывается доступней, чем вот этот топовый кулер от Noctua. А теперь конкретно. Цены я говорю по США, потому что, к сожалению, Corsair в Украине и в России практически не продается. Так вот, водянка стоит 130 долларов, при этом всем, что топовый Noctua стоит 150 долларов. Например, в гривнах 153 доллара это 3,5 тысячи гривен, при том-то всем, что водянка будет стоить 3200 гривен. И в рублях 153 доллара это почти 11 тысяч рублей, а 140 долларов это до 10 тысяч рублей. Получается так, что водянка, конкретно эта, она производительнее, она тише, она лучше и она дешевле, чем топовое воздушное охлаждение. Ну а теперь решайте сами, что вам интересней и нужней. Слава богу, в последнее время в Украине есть где купить хорошую систему жидкостного охлаждения. Но, к сожалению, не Corsair, потому что Corsair в Украине официально нигде не продается. Зато есть Noctua конкретно этот, ссылка на наш магазин и цены этого Noctua вот здесь вот вы ее увидите. А тем временем вы подписывайтесь на наш канал, ставьте лайк, смотрите другие наши видео, там много еще чего интересного. Меня зовут Руди, мы с вами еще обязательно увидимся, задавайте свои вопросы у нас в социальных сетях. Так что всем до встречи и пока!